не знаю вопросов тебе нет потому что я все что мне было интересно у тебя уже спрашивал позиция у тебя же не меняется мнение о том что происходит вопрос как раз у тебя есть вспомнил ты на мой не ответил ну давай ладно красиво что ли вы что во всем европейцы виноваты что обязали вас кто говорит я не знаю пусть говорит другие говорят что украинцы изменяли пятерочку на угляда а что такое блюдо а что то такое а что с ним случилось что там такое было два года его держали держали кто держал не мы там жили с 91 года с ночи держали два года оборону от кого оборонялись не знаю как ты думаешь там были европейцы которые помогли вам раздать там были и мы мы воевали с европейцами в глядаре я понял но мы вали и меня с ними правильно были вы же там европейцы то есть мы воевали именно с европейскими наемниками там вы из-за европейского а с кем воевали мы же оборону велит я сказал правильно сказал кстати она если оборону велит а кто нападал думаю вы изначально или оборону против своих же я понял подожди подожди в глядаре если мы оборонялись так а кто нападал сначала я не говорю сначала вот сейчас нет нас она не было то ты сейчас рассказываешь свои какие-то мысли кто за фиксировал гражданскую на покажу внимание того как написал войны к furious dig на вы声и видео к셨ую покажи мне а что такое вы на это у боевые действия全 escol ты ко и боевые действия не нет и давай по военному то хорош за такой боевые действия тебя спрашивает есть боевые действия что такую эти спрашивают что такое боя боевые действия от impression куда также Скажи, а война – это боевые действия? Есть определенный факт. Я тебя спрашиваю, война – это боевые действия? Выбивляй войну, или боевые действия. А нужно убить войну? Очень зафиксировано получается. Что зафиксировано? Боевые действия зафиксированы? Боевые действия и война – это одно и то же? Боевые действия и война – это одно и то же? Я думаю, нет. В чем разница между боевыми действиями и войной? Вот у войны определенный тезис. Какой тезис? какие-то есть факторы, которые говорят. Война это боевые действия. Британику энциклопедию открываешь? Я же говорю, все экономические отношения прекращаются. Нет такого написанного, что прекращаются экономические какие-то связи. Вторая мировая великая часть войны это была война или это была какая-то другая война? Как называется? Это война была или нет? В 1941 году скажу. Я сейчас спрашиваю, это была война или нет? Это война была или нет? Вооруженная борьба между государствами или народами, между классами внутри государства. Я у тебя спросил кое-что. Ты слышишь вопрос? С 39 по 45 это была война или нет? Сначала была война. Экономические связи существовали между Советским Союзом? Существовали какие какие-то экономические связи между Советским Союзом и Германией? О продаже металла, например? С 39 по 41 было, да. Да. А с 41 по 45 не было? 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 Экономические связи? Я тебе говорю, были ли экономические связи какие-то между северским союзом из германии до 45-й советский союз продавал германию металл в каком году? где? в 42-м году продавал в 42-й год? да, пиши 42-й год СССР продавал металл на германии вот написано так, 41-й год написано в каком месяце? так, 5 июня 41-го года члены культбюро одобрили очередную поставку металлов на германию и исполнили заключение ранее торгово-хозяйственных договоров 3 июня 41-го года тогда, когда уже была война, кстати а где это? а с 39 по 41-й что было? где 42-й год написано скажи мне, была там, поищешь, я там скину ссылочку с 39 по 41-й как называется? еще раз с 39 по 41-й как называется? война или как-то по-другому? война, наверное, в Германии с Францией и Англией а с Польшей? они же поляки сбежали подожди, с Польшей была война? на Польшу напала Германия и Советский Союз? это как называлось? и поляки сразу сбежали я сейчас на это спрашиваю вот то, что Советский Союз напал на Польшу а Германия тоже с другой стороны как называется? ну, смотри, если бы на оба на Польшу, то поляки, скорее всего попросили бы своих союзников идти по Англии я понял, скажи, как называется то, что Германия ты не на то отвечаешь 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 если бы нападение то Франция и Англия объявили бы войну не на то в Германии я тебя не на то спрашивал вообще ты сейчас не на то отвечаешь почему-то не произошло ты не на то отвечаешь что я тебя спросил не на то отвечаешь что я тебя спросил я тебе говорю как назвать то как назвать то как назвать то как назвать то 17-го сентября, а Германия напала 1-го сентября на Польшу. Как это называется вообще процесс? Не могу, скажи, не могу. Я у тебя спросил. Я не знаю. Как ты считаешь? Как можно назвать это? Я не знаю. Ну, назови как-то. Советский Союз просто зашел. Вот эти боевые действия как можно назвать, скажи? Какие были боевые действия советской стороны? А там памятники еще стоят, знаешь, погибшим? А что они погибли? В каком году они погибли? В 1939-м. Польские войска. Мы заходили и пьян всех убивали. Польские войска погибли. Ты не отвечаешь. Как назвать эти действия? Скажи. Как можно назвать эти боевые действия? Как можно назвать их? Какая-то операция военная специальная или как-то? Война может быть? Можно. А кто объявлял специальную военную операцию? Ну, наверное, Сталин. Покажи мне, где он объявлялся. Ну, ты мне покажешь, где там, кого убили? Я тебе покажу. Кого убили? Памятники стоят погибшим. Я сам видел. Бресте. А как убивать памятник? Можешь сказать? Погибшим польским солдатам. Все? Просто погибшим польским солдатам? Да, да. А воинцам? Нет. А друг Советского Союза и Германии гильдаровской. А Баби Яш там стоит? Рядом меня же стоит. Зачем ты мне приходишь с темой на тему? Нет, просто два памятника. Зачем ты с темой на тему приходишь? Нет, это одна и та же тема. Беступоляр. Нет, мы говорим сейчас о понятии войны. Что это боевые действия. Ты помнишь изначально, что мы говорили о том, что мы обороняемся в Глидаре, а кто-то вел нас в войну? Так кто же тогда в Глидаре напал? Ты же не знаешь, что такое Глидар, подожди. Ты уже вспомнишь, что такое Глидар? Я знаю, что такое Глидар. Я говорю, что это не город уже. Это уже не город. Я спросил, знаешь ли ты, что такое Глидар? Я у тебя поинтересовался. Да, это была точка, которую заняли. А сейчас это как называется? Кусок земли. Кусок земли. А что случилось, я тебя спрашиваю, с этой землей? Почему до 14-го года она стояла спокойненько, люди там жили, а потом начались какие-то боевые действия с сражением какой-то иностранной страны, иностранного войска какого-то. Что? Европейцы натравили вас на Россию. Я говорю, воюйте дальше. На Россию выгледаре, правильно? То есть мы напали и выгледаре на Россию, правильно? Если бы украинцы. Подождите, секундочку. То есть мы напали и выгледаре на Россию, правильно? А что ты тупой? А что ты приходишь на личность? Я понимал, что ты тупой сам. Ты не говоришь, зачем? Я тебе говорю, смотри, европейцы натравили украинцев напасть на Россию. Твои слова же. Берем Харасева. Не заикайся, не надо мне Харасева. Харасева, он что, какой-то представитель от Украины? Не, не надо. Он же никакого... Он же никакого... Зачем мне Соловьев? Я Соловьева тоже не слушаю. Не переведи с темы на тему. У тебя очень плохая есть привычка. В общении с людьми ты приходишь с темы на тему и прыгаешь. Это нехорошо. Я тебе задал конкретный вопрос. Европейцы натравили украинцев напасть на Россию? Да. А где? В Угледаре? Нет. Помнишь, такие ДНР и ОНР были? Нет. Как с ночь помнишь? Были? А что с ними случилось? А что с ними случилось? Состав в России вошли. Состав в России вошли. Каким образом они вошли? Ну, добровольным образом. А согласно какого закону? Ну, российского. Какого? Назови, пожалуйста, статью. Седьмой пункт, пятая статья. Конституция России? Да. Ну, открываем почту. О. Какой пункт? Статья какая? Я уже забыл. Седьмой пункт, пятая статья. Пятая статья. Много рассказала. Седьмой пункт, да? Угу. Российская Федерация состоит из республик, краев, областей, городов федерального значения, автономной области. Что? Все правильно видишь. А о чем это говорит? О чем это говорит? Республики были ДНР республикой и ОНР республикой? Нет. Они не были республиками никогда? Даже украинцы эти республики. Они не были никогда. А это области украинские? Ну, а стали республиками. Каким образом они стали республиками? Ну, отсоединились от Украины. Как они отсоединились? Что был процесс эссессии? Ну, ты не знаешь, что были ДНР и ОНР? Я говорю, а что был процесс эссессии? Не знаю. Скажи мне, был. Я же у тебя спрашиваю. Ты же говоришь, что какие-то были созданы республики. Для того, чтобы они были созданы, должна быть какая-то процедура. Была ли эта процедура? Наверное, они создались так же, как УНР создавалась из Российской империи. Ты знаешь Конституцию хорошо из Российской империи? Нет, не знаю. Зачем ты говоришь? УНР как-то создавалась. Там совсем другие законы были. Какие там были законы? Наверное, скорее всего, совсем другие. То есть ты не знаешь? А зачем мне это знать? Я знаю то, что сейчас есть. Зачем мне сравнивать Российскую империю, Советский Союз с тем, что сейчас происходит? Сейчас законы есть. Мы говорим про Российскую империю. Я понял. Я почему сказал Советским Союзом? Потому что между Советским Союзом и Российской империей была УНР. И я говорю о другом. Сейчас совсем другое. Зачем мне это сейчас? Зачем мне про УНР? Не уходи на тему, которую мы не поднимали. Мне это неинтересно. Мы сейчас говорим о Угледаре. Вот вы сейчас уничтожились, стерлись с лица земли. То есть мы оборонялись, а вы напали. Стерлись с лица земли. А вопрос такой же. Вопрос был в том, что до того, как вы ощутились каким-то чудным образом на территории Украины, Угледар хорошо жил, развивался. Люди рады были, что они жили в Украине. А потом с приходом российской федерации на территории Украины начали почему-то уничтожаться города, где жители были русскоязычные в основном. Вот у меня вопрос, зачем вы в 21 столетии уничтожаете самое большое количество русскоговорящих людей в мире? Зачем? Хорошая манипуляция, русскоязычные города, русскоязычное население. Хорошая манипуляция, слушай. А вопрос ответишь? Зачем вы это делаете? Вопрос ответишь, зачем вы пришли и уничтожаете людей русскоговорящих? Есть города, которые перешли на сторону России без... Каким образом они перешли на сторону России? Я же не запанчиваю, зачем вы это делаете? Я поступаю, как я. Смотри. Вот Красногоровка, допустим, за три дня перешла в не сторону России. Каким образом она пришла в Россию? Линию обороны там не строят. Потому что просто ушла Украина вообще. Каким образом она ушла? Каким образом вообще можно уйти? Есть сейчас процедура, согласно которой можно отсоединиться и присоединиться к другой территории? Это и есть такая... Я тебе вопрос вообще другой задаю сейчас. Каким образом можно законно отсоединиться от одной территории и потом присоединиться к другой территории? То есть про другой говорю. Потому что сейчас уже законы... А ты говоришь о захвате просто, как Третий Рейх. Да, захватили. То есть вы захватчики? Без разрушения. То есть вы захватчики агрессоры? Конечно. То есть как тебе живется в такой стране фашистской? Очень прекрасно. У нас вся страна... Ты себя считаешь фашистом? Еще раз. Фашисты вообще дают идеологию. Это еще другое. То есть ты себя считаешь фашистом? Я тебя спрашиваю. То есть в истории все было захвачено. Даже Украина была захвачена. Скажи мне, ты себя считаешь фашистом? Нет. Нет. Скажи, ты знаешь, что такое империализм? Это один из признаков фашизма. Подожди секундочку. Не надо, не при вами. Вот если сослаться на энциклопедию «Британика», она говорит о том, что империализм – это такая вот форма правления, согласно которой государство занимается захватом чужих земель и навязывает там свою политическую и экономическую волю. Это энциклопедия «Британика». Если тебе не тяжело, можешь порыться и найти это. То есть не верить энциклопедии «Британики» – это то самое, что не верить себе, глядя на себя в зеркало. Хотя, наверное, у тебя оно отсутствует. Поэтому хочу тебе… Ты не перебави меня, когда я говорю. Это же не диалог получается. У тебя что-то пропадает, свет включается, выключается. У тебя нормально все там? Генераторы стоят? Или в Москве пока свет не выключают еще? Я понял. Я понял. Тогда вот ответь. Если ты согласился с тем, что вы захватчики, а захват – это философия ближе к империализму и навязываете там свою экономическую и политическую волю. А империализм – это часть фашизма. То есть это признак фашизма – империализм. Тогда получается, что ты поддерживаешь фашизм у себя в стране. Если ты его поддерживаешь, согласно этому понятию, значит, есть кто? Фашист. Нет, имперец. То есть все империи были фашистские, правильно? Если ты имперец, а империализм – это признак фашизма, тогда ты фашист. То есть мы, получается, выходим на то, что Британика сама говорит про то, что Британская империя была фашистой. Нет, Британика об этом не говорит. Британика об этом не говорит. Смотри, 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 я тебе только что прочитал. А теперь я тебе прочитаю признак фашизма, и ты определишь, подходит ли это Британия или не приходит в Великобританию. Хотя это было давно, мы говорим сейчас о современном мире. Все? Ты сливаешься? Нет, говори, говори. Сейчас я тебе прочитаю. Ты скажешь, подходит ли это? Ну я же ищу, ищу. Давай быстрее, время, время, давай. Чё ты меня подгоняешь? Чё ты меня подгоняешь? Не спеши. Какие у тебя дела? Карту рисую за собой. Карту рисую. Так, смотри, я тебя читаю. Вот. Стремление к территориальному расширению, захвату территорий других государств, расширение границ и возврат исконных земель, объявление соседних стран ошибкой истории, недружественными угрозой национальной безопасности врагами, не имеющими прав на независимость и суверенитет и предъявление им территориальных претензий. Это называется империализм. Агрессивный империализм – это и есть часть признаков фашизма. То есть это признак фашизма. Фашисты получаются. Что? Ё-моё. Что? А где ты видел, где ты решил… Давай, ты сейчас уходишь на тему Израиля, я понимаю, ты сейчас зацепишься за то, что там чуть-чуть подсчитал. Но для того, чтобы разобраться в теме Израиля и Палестины, нужно понять, во-первых, кто на кого первый напал, откуда полетели первые снаряды. Не надо сейчас. Откуда полетели первые снаряды и кто претендовал на землю Израиля. Израиль защищается сейчас. Израиль защищается и защищается очень успешно. И очень успешно защищается. И было бы неплохо, если бы так само защищалась и Украина от фашистской страны. Поэтому в данном случае Палестина ближе к фашизму. Израиль присоединил к себе часть территории. Не Палестина? Я тебе ещё раз говорю. Тут важно, кто на кого напал, понимаешь? Кто на кого напал и начал эти агрессивные действия. Это очень важно. ОБСЕ, твой любимый. Российская федерация напала? Украина напала на ДНР, ЛНР. Украина не нападала. Кто зафиксировал, кто напал, когда мы напали на... ОБСЕ твою любимую. Кто зафиксировал, покажи. ОБСЕ твои любимые. Покажи мне, где в ОБСЕ написано, что мы напали на ДНР, ЛНР. Ты же знаешь, что ОБСЕ не пишет, кто конкретно. Там написано увлечение. Что? Пишет. В отчетах, не в отчетах, а в резолюциях ОБСЕ. Резолюцию? Можешь знать, что сделать с ней? Она ничего не знает. Почему ты считаешь, что она ничего не знает? Давай, обывай резолюцию. Что такое резолюция вообще, как ты понимаешь это слово? Что поменяла. Что резолюция означает? Что поменяла. Что такое резолюция? Объясни мне, что она поменяла. Видишь, ты не знаешь элементарного, что такое резолюция. Ты говоришь, что она поменяла. Она ничего не должна менять. Она констатирует факт. Она декларирует. И? Что и? И? Что и? Задекларировал. И? Что и? Какое-то действие. Да, она призывает Российскую Федерацию. Но поскольку призыв Российской Федерации ни к чему не приведет, потому что Российская Федерация начхала на международные права, начхала на законы и идет по следам Гитлера. Поэтому, конечно же, что ты можешь сказать, в истории останется как вот такой просто призыв и все. Но факт остается фактом. Присутствие. Мы же с тобой сейчас общаемся, и чтобы определить, была Российская Федерация на территории Украины, а Игорь и была, и именно она напала на Украину. Ну, сначала напала Украина, и она напала. Украина на кого напала? На ДНР и ВНР. Союзников, конечно. Когда? Кто зафиксировал, покажи мне. В интернете загугли, узнаешь. Что гугли? Давай, пишу. Давай. Пишу. Украина обстреливает ДНР и ВНР. Ну, так что писать, как в смысле обстреливает? Нет, в общем, написал Украина. Нет, напала. Напала кто? Российская Федерация напала на Украину. Правильно же? Украина обстреливает ДНР и ВНР. И что я должен найти, скажи? Февраль 22 года. Так, отчет 42, правильно тебе нужен? Просто я загуглик. Да, я открываю. Хорошо, смотри. Ждем, что время идет. Да, 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 конечно, смотри. Сколько? Ты мне даже время дал, да? Смотри. Ну, естественно. Значит, Украина. Пишем, короче, сразу отчет. За какое тебе нужно число? За 22? Дострою? Я думаю, хоть за 21. После февраля. Тебе отчет, ну, 22 поставим. За 22 ОБС, да? За 22 февраля. 22-го года. Я думаю, хоть время уже не будет. И вот, я же открыл. Это 41-й. 23-й, это 42-й. Открыл я. Вот, читаю, да. В Донецкой области СММ зафиксировало 703 нарушения режима прекращения огна, в том числе 332 взрыва. За предыдущие сутки в этой области зафиксировано 579 нарушений. И так весь отчет. Что я из этого отчета должен взять, скажи, пожалуйста? Ну, увеличился интенсивность обстрела? Да, Российская Федерация, я считаю, начала больше обстреливать. ДНР и ДНР обстрелила? Конечно. То есть, получается, Россия признала территории? И сам их начал обстреливать? Конечно же, они у нас там находятся. Там в отдельных районах Донецких и Луганских областях находится Российская Федерация. Киев больше не обстреливать хорошо. А у тебя... Подожди секундочку. Все, ты сливаешься, да? Все, прощай. Давай, сливайся. Только больше Киев не обстреливать, хорошо? Сливайся, давай, сливайся. Я читаю. Сливайся. Сливайся. Не вивез, не вивез розмови, вирішив просто злиться. Друзі, не забывайте, як завжди, на канал підписуйтесь, ставте вподобайки, дуже прошу вас підписатися на резервний канал, там скоро теж будуть відоси виходити, на духовний канал. До речі, поки що я веду етери понеділлях на тему духовності на цьому каналі, але з часом перейду на духовний канал. Тому, будь ласка, перейдіться там на духовний канал в описі, підпишіться, всі підпишіться. Я хотів би там, щоб вже була перша тисяча, і ми проведемо класний якийсь сатсанг. Поспілкуємося в прямому ефірі. Я, може, навіть когось запрошу до себе в гості, щоб ми разом поспілкувалися на тему духовності. Ну, цікаво було б, дуже цікаво. Друзі, підпишіться на духовний канал мій, вподобайки, на музичний канал, там, де я співаю. Пишіть коментарі, і, як завжди, слава Україні!